Подробный момент столкновения можно рассмотреть на записи камер видеонаблюдения. Серебристая десятка поворачивает на Астраханскую и прямо на перекрестке получает удар от мчащегося навстречу Ниссана. Иномарка улетает на тротуар и сносит пешеходов. Шесть человек получили травмы, 82-летняя женщина скончалась на месте. Жуткая авария стала самым обсуждаемым сегодня событием. Уголовное дело по этому скорбному факту было заведено еще вчера вечером. Нарушители инкриминируют третью часть 264-й статьи. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека. Максимальное наказание по ней – либо до четырех лет принудительных работ, либо до пяти лет колонии. Как именно поплатится виновник, решает суду. Открытым остается вопрос о главном виновнике ДТП. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Но пытливый зритель может самостоятельно изучить видео с камер, подробнее проследить за светофором и сопоставить факты. Водитель автомобиля ВАЗ завершал поворот налево на мигающий желтый. И водитель автомобиля Ниссан Мурана также двигался на уже мигающий желтый сигнал светофора. Поэтому в ходе уголовного расследования будут установлены все обстоятельства. Особенно шокированы происшедшим местные жители. На месте пострадавших пешеходов мог оказаться любой прохожий, ожидающий зеленого. От летящего двухтонного кроссовера не спасли бы даже ограждение. Потому что некоторые люди, которые водители, выпивают, садятся за руль, не смотрят за своим здоровьем. Кто с плохим здоровьем садится, кто-то выпивший, кто-то на нервах в машине садится, кто-то просто невнимательно куда-то спешит просто-напросто. Водителям надо потихонечку ехать, видеть, что вот он, переход, но они должны остановиться. В последнее время очень мало сотрудников ХАИ на перекрестках и вообще на дорогах видно. Определить, говорит водитель по телефону или нет, совершенно невозможно, если установлена камера. До совести не стало людей, меньше ее стало. Вот и все. Наглый. Авария обернулась для трех пострадавших переломами и сотрясением мозга. Они госпитализированы в городскую больницу на улице Гоголя. Троим оказаны помощь в амбулаторных условиях. Эти люди в госпитализации не нуждаются. И трое пациентов с различными повреждениями, с различной скелетной травмой госпитализированы в отделение нашего учреждения. Вся необходимая помощь оказана в полном объеме, своевременно. В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. Аварийный перекресток попал в зону внимания властей. Появится ли здесь отдельная секция светофора или высокий бордюрный камень, покажет время. Павел Герасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.